Минувшее воскресенье, когда совершалась память святого Иоанна Лествичника, глава Брянской митрополии, возглавила Божественную Литургию в храме Покрова Пресвятой Богородицы, микрорайона Шибенец, Дядьковского Благочиния, и посетил дом-интернат. В микрорайоне Шибенец храм начал возводиться в 1994 году. Спустя пять лет, в 1999, было совершено его освящение. Сейчас, трудами настоятеля, благотворителей и прихожан, храм обновляется и преображается. Заменены купола с крестами, установлены новой оградой крыльцо. Уже этой весной начнется благоустройство колохрамовой территории. Будет вымощена дорожка вокруг храма. Сделали полностью колокольню, сделали полностью, все заменили, все сделали. Здесь кругом все заменили, новые все кругом сделали, сделали вот эти крыши над всеми вот этими. Все прекрасно у нас сейчас. Цветы здесь бывают летом вообще прекрасно. Сейчас это как-то... А летом цветы какие кругом цветут у нас. Скажите, про забор. Ну, вот забор. Забор был у нас маленький, заборчик низенький. Но наш Дмитрий решил тот убрать, поставить получше, повыше, повиднее, чтобы был. В своей проповеди после литургии митрополит Александр отметил, что многие люди в нашем обществе тянутся к храму. Люди некоторые не хотят воцерковляться, но многие тянутся к храму, вспоминая своих родителей, вспоминая своих бабушек, которые водили их в храм, которые постарались, чтобы они приняли младенчество и святое православие, святое крещение. Они приводили их в храм, как вы приводите сейчас маленьких своих детей и внуков, и правнуков. И, я думаю, память об этом у людей сохранится на всю жизнь. После богослужения архиерей посетил храм во имя преподобного Сергия Радонежского в деревне Пупково Дядьковского района. Храм начал возводиться три года назад. Сейчас здесь ведутся работы по внутреннему благоустройству Дома Божия. В ходе визита в Дядьковское благочиние митрополит Александр также побывал в Дарковичском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Он пообщался с проживающими здесь людьми, подарил им иконки и преподал свое архипастерское благословение. Учреждению правящий архиерей подарил газонокосилку. Я думаю, что нашим проживающим, которые тоже непосредственно участвуют в том, чтобы наши газончики, наша территория была очень чистая, аккуратненькая, они по мере своих сил, они обязательно помогают. Я думаю, что газонокосилка для них это будет очень хорошее подспорье вот этой вот трудовой деятельности. Также митрополит Александр посетил молитвенную комнату и осмотрел помещение Дома-интерната, которое существует здесь с 1978 года. Сегодня, кстати, ходила по нашим проживающим, мои бабушки сидят, смотрят союз. Вам здоровья, успехов, поздравляем вас с победой.